В Корсунь-Шевченковском ко Дню Независимости обустроили новую спортивную площадку под открытым небом. Уличные тренажёры установили самые современные, заниматься можно абсолютно бесплатно. Много ли желающих, видели наши корреспонденты? Вот так с показательными выступлениями, танцами и даже песнями в Корсунь-Шевченковском открывали спортивную площадку. Комплекс из 15 тренажёров установили в Центральном сквере совсем недавно, а официально открыли ко Дню Независимости. За несколько дней 13-летний Богдан уже успел изучить все спортивные снаряды на площадке. Есть цель, велосипедная дорожка, на ней тоже качают ноги, ещё качатые руки, а там ещё качатый цель, пресс. Ну тут всё для того, чтобы качатый цель. Эта спортивная площадка теперь доступна всем желающим горожанам. Едва заканчивается официальная часть, как комплекс буквально оккупируют десятки маленьких спортсменов. Среди них и дети нардепа Сергея Рудыка. На открытие он приехал всей семьёй. Вы видите, я всей семьёй проехал. Иван, дружина Марьяна, Женька. Каждый ранок делают зарядку. Не хотят, но делают. Есть такой период, когда нужно стимулировать. Чтобы выделили деньги на строительство спортивного комплекса, нардеп посодействовал ещё в прошлом году. Тогда Кабмин направил на благоустройство подобных площадок во всех райцентрах Черкасской области почти 5 миллионов гривен. Сергей Рудык уверяет, на этом останавливаться не собирается. Там, где это могу сделать я, я докладываю максимальное усилие. Но я запрошу своих коллег-народных депутатов, депутатов местных районов. Включайтесь, чтобы у нас не было ни одного населенного пункта, например, до 2020 года, где нет этого элемента. Депутат уверен, если задаться целью, всё вполне реально. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.